Добрый день! В эфире Ян Арт и 1001 секунда об экономике. Судьба рубля по окончанию новогодних каникул вновь становится одной из главных экономических тем новостной повестки. Напомню, что народная версия будут держать относительно крепким до выборов, а потом уронят. Об этом я подробно рассказывал в обзоре прогнозов по курсу рубля на январь. Сегодня эксперты полагают, что особых причин для оптимизма по части рубля нет. Но на рынке нет и игроков, способных раскачивать лодку валютного курса. Так что прогнозы сводятся в данный момент в основном к тому, что снижение рубля к уровням около 100 за доллар следует ожидать не ранее, чем ближе к лету. Но мнение экспертов тем не менее расходится. Например, аналитик компании БКС Форекс Анатолий Трифонов считает, что рубль продолжит укрепляться в 2024 году и достигнет 88 рублей за доллар благодаря жесткой денежно-кредитной политике Центробанка. А вот главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова считает, что в этом году курс вернется к отметке в 100 рублей в связи с сокращением экспортных доходов России. Аналитик компании Финам Александр Потавин считает, что с весны, когда Центробанк снизит ключевую ставку и закончатся действия президентского указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, рубль начнет слабеть и может снизиться до 105 рублей за доллар. Важный момент при любом разговоре о курсе рубля – вероятность санкций против национального клирингового центра. О таком варианте поговаривают уже давно. Как напоминает инвестбанкир Евгений Коган, если США пойдут на такой шаг, то о биржевой торговле долларом и евро придется забыть на неопределенное время. В результате спреды и отклонения от кросс-курса могут быть значительными. При этом, как отмечается в публикации, посвященной экспертным оценкам, цитирую, аналитики не советуют россиянам пытаться спекулировать на разницу курса валют и запасаться долларами и евро, так как в текущих условиях это сопряжено с серьезными рисками. Конец цитаты. В предыдущей публикации делается примерно такой же вывод, и только Евгений Коган не советует хранить все сбережения в рублях. Но это исключение из общего правила, согласно которому все эксперты, пугливо оглянувшись на незримого внутреннего цензора, советуют оставаться в рублях и терпеливо ждать. Когда при нем душили его родную жену любимую, он стоял возле и уговаривал, потерпи, может обойдется. Что приятно, сегодня легко прогнозируется не только судьба рубля, но и будущие доходы россиян. Напомню, что по итогам завершившегося года Росстат отметил рост реально располагаемых доходов граждан России, то есть рост обгоняющий темпы инфляции. Сейчас, как бы это сказать, уже снова вперед очень видно, как опять вырастут доходы россиян. Как сообщает правительственная российская газета, аудитор счетной палаты Дмитрий Зайцев заявил, что доходы россиян в новом году, цитирую, будут расти не такими быстрыми темпами, как в 2023 году. Это хорошо закивали головами россияне, а то в прошлом году наши доходы росли так быстро, что мы даже не успели разглядеть. Вжиг и куда-то пронеслись. В этом году Дмитрий Зайцев прогнозирует рост доходов на скромные 3-4 процента и заодно напоминает, что высокий рост зарплат вызвал повышенный потребительский спрос, а повышенный потребительский спрос стал одной из причин высокой инфляции. Судя по всему, это становится новой национальной традицией. Пояснять, что нам плохо только потому, что нам стало слишком хорошо. И вот уже рост цен на аренду жилья в Москве тоже объясняют не девальвацией рубля и ростом коммунальных расходов, а ростом спроса со стороны разбогатевших россиян. Что интересно, рост стоимости аренды жилья начался именно летом, аккурат в момент резкой девальвации рубля. Но кто знает, возможно так совпало, что именно летом россияне почувствовали себя богаче. Лето было жарким, могло и голову напечь. В общем, игра «Смотрите, как вы стали богаче» продолжается от инфляции в целом и до истории с ценами на яйца. Игра хорошая, позитивная, воспитывает в людях оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Тем более про завтрашнее дно в России говорить любят и умеют. Жаль только одно, до сих пор не верится, что разбогатев, человек начинает пожирать на завтрак яичницу не из двух-трех, а из шести-восьми яиц. Где-то слышал, что иногда разбогатев, люди начинают покупать яйца Фаберже. Но вот чтобы доход вызывал желание скупать куриные яйца, это что-то новенькое. С другой стороны, если взглянуть на ситуацию с точки зрения диалектики, как же хорошо, что мы разбогатели, но не сильно. Потому что разбогатеем и как-то особенно, вообще ничего съедобного не осталось бы. Однако традиция есть традиции. Официальные экономисты уже чувствуют, что не имеют права как-то по-другому объяснять инфляцию. Не имеешь права, старший приказал. Давай-давай, шагай. Нет, но старший приказал. Все ясно. Тема инфляции по-прежнему остается главной в череде экономических новостей. Напомню, что по оценке многих экспертов сразу после новогодних каникул может начаться новый виток роста цен. И причины этого витка лежат не в финансовой сфере. Это появление новых пошлин и акцизов, рост транспортных тарифов и введение обязательных маркировок. Конечно, по-прежнему останется в моде вешать всех собак на Центробанк. Мол, он обязан бороться с инфляцией, но причины роста цен, тем не менее, наполовину рукотворны. И об этом уже говорят многие. Например, вице-президент и исполнительный директор Ассоциации российские автомобильные дилеры Вячеслав Жигалов заявил, что рост цен на российские авто невозможно объяснить исключительно девальвацией рубля, поскольку эти цены выросли в четыре раза. Кроме того, Жигалов заявил, что не видит прямой связи между высокой ключевой ставкой Центробанка и ценами на авто. И это довольно смелое заявление, потому что так сложилось, что безопасно ругать за экономические провалы и нюрядицы можно исключительно Центробанк и Набиулину. Вот это по неведомой правым и левым, и нашим, и вашим. Банк России смело критикует экономисты и политики любой масти, даже крапленой. А вот обращать внимание на другие причины роста цен, включая политику правительства, это не ком-эльфо, и с этим любой эксперт может оказаться в забвении у большинства российских СМИ. Впрочем, оставим автомобили и пройдемся дальше дорогой у инфляции. Как сообщает Лента.ру, россияне поделились способами сэкономить на коммуналке. Среди этих способов утеплить балконы, стены, поставить качественные окна и так далее. Как утверждает издание со ссылкой на неведомых экспертов, это позволит сократить оплату коммунальных услуг якобы на 70%. Видимо, если у вас утеплен балкон, то счета за отопление становятся резко меньше. Но на этом забота о россиянах не закончилась. Лента.ру поделилась опытом дамы-блогера, которая сэкономила очень много, 5 лет прожив без отопления. Что же это за советы? Вот они. Запастись одеялами и бездымными свечами, носить дома шерстяные носки и метенки. Отличный совет. А если еще не мыться зимой, в конце концов до апреля не так далеко, и носить дома хороший тулуп, то экономия станет впечатляющей. Останется отключить платежи за отопление и ждать весны, напивая детям вместо колыбельной бьется в тесной печурке огонь. А определенными согревающими и разгоняющими кровь телодвижениями можно не только согреться, но и решить проблему рождаемости, о которой так много говорили политики этой осенью. Но согласитесь, есть что-то неуловимо потрясающее в том, что издание, которое год назад рассказывало, как неизбежно замерзнет злокозненная Европа, теперь учит россиян сидеть в шерстяных носках под одеялом и отапливать свои жилища бездымными свечами. И есть что-то потрясающее в том, что при таком росте доходов россияне все больше интересуются способами сэкономить на самом насущном. Я сказал, есть что-то потрясающее, простите, это был уже упомянутый сегодня внутренний сенсор, иди-ка погуляй. Правильнее сказать, есть что-то в этом похабное. На эту же тему отопления неожиданное сообщение в конце прошлого года выдало агентство ТАСС. Российские ученые нашли способ не платить за отопление, об этом сообщила пресс-служба Саратовского государственного технического университета имени Гагарина. Оказывается, исследователи разработали устройство для вентиляции помещений, которое позволяет придавать теплоту и влагу воздуха, который вытягивается из помещения, тому воздуху, который в него втягивается. Установив такой прибор, можно отключить отопление в зданиях с теплоизолированными стенами и достаточным количеством светильников. Немного смущает философская сторона вопроса. Это что же за страна такая, где ученые университета, носящего имя первого космонавта мира, занимаются решением проблемы, как не платить за отопление. К тому же само решение выглядит немного уязвимо. Да, за отопление можно будет не платить, но неизбежно намного больше придется платить за электричество. Впрочем, понимаю, это детали. Каждый серьезный инвестор задумывается о диверсификации своих инвестиций. Для меня вариантом эффективных инвестиций вне биржи стали инвестиции на крауд-платформе Jetland. Крауд, на мой взгляд, дает несколько преимуществ. Первое. Все наши инвестиции находятся в российской юрисдикции под надзором Центрального банка России, который ведет реестр инвестиционных платформ. Второе. Инвестиции на крауд-платформах – это, по сути, альтернатива фондовому рынку. Все процессы и вся доходность здесь формируются не в едином цикле с фондовым рынком, который может лихорадить, который может испытывать просадки и коррекции. Третье. Доходность здесь выше доходности банковских депозитов. Четвертое. Здесь высокая степень диверсификации наших инвестиций, поскольку наши инвестиции на платформе Jetland распределяются маленькими суммами по займам, которые выдаются заемщикам этой платформы, то есть предприятиям малого и среднего бизнеса. Клиенты инвестиционных платформ, несмотря на все потрясения последних лет, оказались устойчивы, что, впрочем, и можно было ожидать от тертого российского малого бизнеса. Процент дефолтности заемщиков платформы оказался минимальным. Пятое. Работа на платформе Jetland не требует усилий. Регистрация производится дистанционно. Лично я использую формат автоинвестирования, то есть режим автоматического распределения моих средств в соответствии с теми настройками диверсификации уровня рисков и сроков инвестиций, которые мы с вами можем выбрать. Еще один плюс для тех, кто осторожно относится ко всем новациям и намерен попробовать этот вид инвестиций, но не готов вложить в него значимую сумму. Режим автоинвестирования работает всего лишь от 2000 рублей. Поэтому вы можете попробовать инвестиции на платформе Jetland с минимальной суммой и посмотреть, как это работает. Для зрителей канала Финверсия мы с коллегами из Jetland договорились о том, что им будет предоставлен особый бонус. Ссылка на него в описании под этим видео. Теперь о главном. Яйца. Еще в конце прошлого года Министерство сельского хозяйства, как пишет Лен Тару, рассказало, откуда в Россию повезут яйца из Турции и Азербайджана. В связи с этим Минсельхоз выразил надежду, что эти поставки теперь, когда полностью обнулили ввозную пошлину, помогут стабилизировать цены на яйца. Стабилизировать – это такое хорошее русское слово, которое очень удобно использовать, потому что звучит оно успокаивающе, но вовсе не означает, что цены снизятся. Например, если вам обещают стабилизировать рост цен, это вовсе не означает, что рост цен прекратится, просто он станет стабильным. А если обещают стабилизировать цены, это же не означает, что цены станут прежними, просто они останутся на нынешнем высоком уровне. И вот, наконец, свершилось. Многие СМИ сообщили о том, что Турция поставила в Россию первую порцию куриных яиц в количестве 316 800 штук. Ранее Азербайджан поставил около 1 миллиона яиц. В этом месте дотошного россиянина начинают терзать смутные сомнения. Каким образом такие партии могут что-то изменить на рынке? Миллион плюс 316 800 яиц способны стабилизировать разве что примерно полмиллиона яичниц одним январским российским утром. И возникает вопрос, что будет делать россиянин после того, как возьмет и съест оное заморское яйцо. А вдруг он возьмет? Нет, ну действительно. Непременно возьмет. Но хуже другое. Как пишет издание News 102, цитирую, новые яйца из Турции преподнесут неожиданный сюрприз. Такого россияне не ожидали. Поправка. За последние 100 лет россияне разучились чего-либо не ожидать. А в последние 30 лет особенно. Но все же приникнем к публикации. Вон и сообщается, что поставка 316 тысяч турецких яиц, цитирую, вызвала широкий резонанс в обществе и подняла волну вопросов о его влиянии на российский рынок. Эксперты и общественность активно обсуждают последствия этого события и его возможные перспективы. Конец цитаты. В общем, похоже, действительно эпохальное событие. Как-никак впервые со времен первой русско-турецкой войны Турция сумела дать России по яйцам. А дальше сообщается, что яйца начинают исчезать с полок магазинов. А если не исчезают, то по-прежнему остаются дорогими. Правда, не ясно, а в чем тут сюрприз для россиян. Более определенно высказались эксперты, опрошенные газетой «Московский комсомолец». Как заявил исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, российским точкам продаж невыгодно будет снижать цены на яйца даже в условиях увеличения предложения. Посему импорт не решит проблему цен, разве что стабилизирует их на высоком уровне. Более того, на российских птицефабриках по-прежнему нет условий, чтобы яйца подешевели. В общем, история продолжается. Впечатлительному россиянину, несомненно, понравится пафосный заголовок статьи в «Московском комсомольце». Резкое снижение цен на яйца невыгодны России. Звучит возвышенно, хотя опять непонятно, почему России вечно невыгодно то, что выгодно россиянам. Но продолжая ту же стилистику, можно немного перефразировать Столыпина. Вам нужны великие потрясения, а нам нужны дешевые яйца. Еще просится на апгрейд знаменитая фраза Александра Третьего. У России два яйца, азербайджанская и турецкая. Тем временем, уже упомянутая издание News 102 продолжила яичную летопись публикации под многообещающим заголовком «Когда подешевеют яйца, власти назвали настоящие сроки». Из чего, видимо, становится ясно, что до этого власти называли не настоящие сроки, то есть в просторечии врали, а вот теперь все-таки раскололись. Имеется в виду власти, конечно, а не яйца. Так когда же всполошились россияне? Читаем по публикации. После новогодних праздников цены на куриные яйца в России начнут снижаться, обещает ассоциация РУСПРОДСОЮЗ. И чуть ниже. Эту информацию подтвердил и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Стоп, но ведь в публикации московского комсомольца как раз именно исполнительный директор ассоциации РУСПРОДСОЮЗа заявил, что цены не будут снижаться. Соответственно, возникает вопрос, а министр Дмитрий Патрушев вообще в курсе, что он подтвердил эту информацию? Впрочем, по большому счету это не важно. В конце января исполняется полгода истории с ростом цен на яйца и с постоянными заявлениями, что цены уже почти вот-вот начнут снижаться. Немного нового позитива не помешает. Особенно, если за основу взять версию, что цены на яйца выросли из-за повышенного спроса высокодоходчивых россиян. А значит, пресловутый удар по яйцам – это лишь очередное доказательство хорошей жизни жителей страны. Тем временем, вслед за отменой ввозной пошлины на импорт яиц, правительство отменило пошлину на импорт 140 тысяч тонн куриного мяса. Однако и в этом случае эксперты уже поясняют, что на ценах это не скажется, поскольку выгоду от отмены пошлины продавцы предпочтут оставить себе. Отсюда мораль – как не подменяй отечественный продукт импортом, а цены от этого лучше не станут. Есть и обратный пример, как импортный продукт заменяется российским. Агентство РИО сообщает, российский виски уверенно обходит многие импортные аналоги, его продажи растут взрывными темпами и даже завоевывают сердца потребителей. Далее перечислены марки Коломенского винно-коньячного завода, специализирующегося на производстве российского виски. Вильям Ватт, Роял Хант, Элдермен, Доктор Леннон, Джонни Волмер и еще какая-то неудобо произносимая приблуда. Названия, конечно, странные, но, возможно, так проще завоевывать сердца. Но, как говорится в известной русской поговорке, есть и капля дегтя в бочке виски. Роскачество заявило, что в этом году намерено заняться, цитирую, проверкой отечественного виски и, возможно, сидра. Почему виски будут проверять точно, а сидр лишь возможно, эта история осталась неизвестным. Особенно, если вспомнить случившееся минувшим летом смерти от отравления напитком мистер сидр. Так что ждем новостей по части алкоголя и надеемся, что завоевывающие сердца отечественные виски не придется называть в будущем до смерти полюбившимся россиянам. А пока сообщается о многомиллиардных махинациях с алкоголем, которые недавно вскрыли Федеральная налоговая служба и Федеральная служба безопасности. После чего многие чиновники, в частности министр финансов Антон Силанов и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заговорили о необходимости обложить акцизами весь спирт в России. Если обложат, цены на алкоголь вырастут еще больше. Но можно будет объяснить это ростом доходов россиян. Кстати, новый штрих к картинке доходов россиян добавил недавно Центробанк. Регулятор сообщил, что на руках у населения рекордная сумма наличными более 18 трлн рублей. И за последний год эта сумма выросла почти на 2 трлн. Это сообщение вышло 6 января. А вот 27 октября Банк России говорил, что россияне возвращают снятую наличность в банке на счета и вклады, что означает возвращение доверия к денежной системе и рост интереса к доходности вкладов. В задачке спрашивается, так все-таки россияне возвращают деньги в банки или увеличивают свой запас наличных. Впрочем, это вопрос риторический. Извините, что помешал вам деньги прятать. Россиян возникают другие шансы как-то компенсировать исключение России из международных спортивных соревнований. Как сообщило в конце прошлого года спортивное приложение РИА, до 1 марта Путину представят предложение о проведении спортивных парадов на Красной площади. Традиция парадов физкультурников на главной площади страны была зачата в 1919 году, а с 1936 года они стали проходить ежегодно и проводились вплоть до 1954 года, когда начали потихоньку забывать о лучшем друге физкультурников. И вот возникла идея возродить традицию. Будет логичным предположить, что многим россиянам идея приглянется. На этом сегодня все. Ждем ваши лайки и дизлайки, комментарии и темы. Подписывайтесь на канал Финверсия на платформе YouTube, а также на наши каналы на платформах Telegram и Zen. И всегда рад видеть вас в числе подписчиков моей страницы ВКонтакте.